Сегодня я хочу рассказать вам о потрясающей косметике, уникальной косметике доктор Хаушка. Доктор Хаушка одна из моих любимых марок уходовой косметики. Ее ассортимент, наличие у меня достаточно большой. На данный момент, наверное, один из самых больших из всех марок, которыми я с удовольствием пользуюсь. Доктор Хаушка, как я уже сказала, натуральная косметика. Философия косметики доктор Хаушка основана на том, что наша кожа, даже как и мы, имеет свои собственные ритмы, и задача данной косметики стабилизировать ритмы нашей кожи, гармонизировать ее, сбалансировать и привести в общую гармонию со всем нашим организмом. То, что касается косметики доктора Хаушка, у нее потрясающие составы. Я сейчас не буду останавливаться специально на составе каждого продукта, скажу только одно. Составы косметики доктора Хаушка потрясающие. Состав очень объемный, все компоненты натуральные, огромное количество вытяжек, экстрактов. Масел, все сбалансировано, все работает, и даже для жирной кожи закупоривает, не вызывает излишней жирности. Вся косметика доктор Хаушка имеет очень приятные натуральные отдушки, никаких резких запахов, никаких запахов, вызывающих дискомфорт. Все очень приятное, все очень нежное, очень мягкие, приятные, удобные консистенции. Нанося на кожу, вы понимаете, вы чувствуете, что эта косметика действительно натуральная, и что она очень качественная. Косметика доктора Хаушка также доступна в интернете, так же как косметика Дермалоджика. При этом она достаточно активно представлена в магазинах Organic Shop. Это сеть магазинов органической натуральной косметики по всей Москве. Цена ее в среднем чуть меньше, чем косметики Дермалоджика. О косметике доктор Хаушка я также узнала из блога Лизы Аутрич. Там она рассказывала, что в своем каждодневном уходе она использует тоник доктор Хаушка. О других продуктах она не рассказывала, мне стало очень интересно. Я попробовала тоник доктор Хаушка, так же как и Gentle Cream Exfoliant от Дермалоджика. Он входит в пятерку моих самых любимых препаратов, и к нему я опять же снова и снова возвращаюсь. И на данный момент тоник доктор Хаушка это самый лучший тоник, который я когда-либо пробовала. Начинаем рассматривать позиции косметики доктор Хаушка. Первое, о чем бы мне хотелось рассказать, это мой любимчик. Это тот самый тоник, которому я не изменяю уже на протяжении, наверное, трех лет. Это Clarifying. В немецком я, к сожалению, не так сильна, как в английском. Вернее, я в нем совершенно не сильна. Поэтому я вам буду либо говорить по-русски названия, либо говорить их английский. Вариант это Clarifying Toner, или еще он называется тоник для лица специаль. Специаль. Здесь вот немецкая версия, и название специаль есть. В английской почему-то его нет, он просто называется Clarifying Toner. У него объем 100 мл. Это вот такая вот стеклянная бутылочка. В принципе, упаковка косметика доктора Хаушка вот в стекле, как правило. Если это бутылочка, то это будет стеклянная бутылочка. Они достаточно тяжелые. Объем 100 мл. И вот такой вот замечательный дозатор. Кто-то использует подобные тоники, распыляя их непосредственно на лицо. Я так делаю иногда. Кто-то наносит тоник сначала на ватный диск, потом ватным диском протирает кожу. Непосредственно через пульверизатор я наношу этот тоник на зону шеи, на зону декольте. На зону же лица я наношу его следующим образом. Я беру флакон, делаю около пяти или шести пшиков на ладонь, потом растираю между двух ладоней и быстренько по массажным линиям наношу аккуратно на лицо, при этом делая небольшой аккуратный массаж. Еще раз. Тоник Clarifying Toner для жирной и комбинированной кожи от доктора Хаушка. Это один из моих любимчиков. Это мой must-have. Он очищает, он тонизирует. На данный момент я его использую в тонизировании лица во время утреннего ухода. Что использую во время вечернего очищения, покажу чуть позже, расскажу чуть более детально. Следующим моим любимым продуктом в линейке косметики доктор Хаушка, которым я пользуюсь, является вот это вот масло. По-английски оно называется Normalizing Day Oil. Объем этой баночки 30 мл. Его хватает надолго. Бутылочка, ай, вот так вот откручивается. Здесь вот такой вот дозатор. И, собственно, переворачивая, вы наносите несколько капель и потом распределяете их кончиками пальцев, наносите аккуратно похлопывающими движениями массажными на все ваше лицо, зону шеи, зону декольте, если вы хотите. Данное масло уникально для меня стало тем, что я, в принципе, всегда считала, что для жирной кожи масла противопоказаны. То есть, по идее, наша кожа и так жирна, она и так вырабатывает достаточное количество кожного сала, она и так жирнится, и если мы будем наносить на нее масло, думала я, то кожа будет жирнится еще больше, плюс масло будет, безусловно, закупоривать поры, будет давать воспаление. То есть, кошмар, 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 и масло для жирной кожи использовать категорически нельзя. Но наивная я. Так я думала дома его знакомства с косметикой доктор Хамушка и непосредственно этим маслом, потому что однажды меня все-таки одолело любопытство, и мне стало интересно, что же это за масло такое, почему оно представлено именно в линейке для жирной проблемной кожи. Я купила баночку этого масла и возвращаюсь к нему опять и опять, потому что это по-настоящему, на мой взгляд, уникальный продукт, аналогов которому я так до сих пор не нашла в других марках, потому что это масло, оно нелегкое, оно плотное, оно имеет даже немножечко такой желто-оранжевый оттенок, оно имеет чуть более насыщенный запах, и оно потрясающе работает. Доктор Хаушка рекомендует это масло для дневного ухода, но я периодически его наношу и в качестве вечернего ухода, в качестве вечернего питания и увлажнения, дополнительного увлажнения моей кожи, дополнительного заживления, ревитализации моей кожи, потому что это масло, помимо того, что оно замечательно балансирует кожу, увлажняет ее, оно обладает еще замечательным ранозаживляющим эффектом. Если вдруг у вас были какие-то прыщики, высыпания и покраснения, и вам очень хочется, чтобы следы от этих покраснений как можно быстрее прошли, то несколько ночей подряд, нанеся это масло на вашу кожу, на те зоны, где были высыпания, эти высыпания заживут и исчезнут, и следы от них зарубцуются значительно быстрее, чем без использования этого масла. Маслом этим я пользуюсь не каждый день, маслом этим я пользуюсь периодически, если я понимаю, что мою кожу надо подпитать, это в вечернем случае, или заживить какие-то ранки и следы от воспалений, либо если я понимаю, что мою кожу надо чуть-чуть сбалансировать, что она у меня устала, что она у меня стала тусклой, что я ее чуть пересушила, то есть я, видимо, перестаралась в своем уходе за кожей, и моя кожа вместо того, чтобы давать положительный результат, начинает давать отрицательный результат. В этом случае я хотя бы на 3-4 дня стараюсь перейти на использование данного масла, балансирую мою кожу, привожу ее в то состояние, в котором она опять начинает вести себя адекватно, и тогда я вновь отказываюсь от этого масла, ухожу на те препараты, которыми я пользуюсь в тот или иной период по уходу за кожей, но масло у меня замечательно продолжает стоять в холодильнике и ждать следующего момента, когда оно мне понадобится, и я его с удовольствием использую.